Кипят страсти вокруг недавно захваченного санатория Лермонтовский, который уже переименовали в Одесский. Бывший директор здравницы Дмитрий Антипов потребовал у военных вернуть все движимое имущество санатория. В списке указано более 200 наименований. Среди них медицинское и кухонное оборудование, сантехника и даже водопровод. В Союзе Украины подготовлен иск о захвате Министерства обороны совместно с Министерством юстиции всего движимого имущества санатория Лермонтовского. Напомню, что суды по движимому имуществу санаторий Лермонтовский давно выиграл. И Министерство юстиции было в курсе этой ситуации. По словам бывшего директора, все сотрудники здравницы уволены, до сих пор не нашли места работы, а пациенты распущены по домам. Хотя, по словам исполняющего обязанности директора Одесского Ильи Лабышева, больных перевели в военный госпиталь. 42 человека заканчивали свое лечение в военном госпитале. То есть, под наблюдением специалистов и заканчивали лечение полностью. Вы можете, там, по-моему, еще кто-то заканчивает курс лечения. Даже те люди, которые поступили в этот день, приехали сюда из областей, их также перевели в госпиталь и они закончили лечение. 5 февраля состоялось очередное заседание парламентского комитета по социальной политике. На нем приняли окончательное решение о создании временной следственной комиссии, которая займется расследованием конфликта вокруг санатория. Продолжение следует...